с верой в спорт добрый день это программа с верой в спорт и микрофона вера власова очень давно хотелось взять тему прыжков шестом высоту правильно говорю уважаемые гости в высоту шестом да и сегодня у меня поэтому в гостях замечательные люди которые совсем недавно переехали в киров но уже успели наверное полюбить как родной город правильно говорю да это владимир калмыков тренер вятской спортивной школы импийского резерва мастер спорта многократный призер и победитель первенства россии и всероссийских соревнований по прыжкам с шестом и чемпион уральского федерального округа и привозка федерального округа добрый день владимир добрый день и его супруга прекрасная екатерина калмыкова мастер спорта многократный призер и победитель всероссийских соревнований призер спартакиады молодежи спартакиады молодежи и первенства россии очень много титулов здравствуйте Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Да, очень рада вас, на самом деле, приветствовать. Долго очень пришлось ждать вашего визита в связи со сборами постоянными, которые у вас сейчас проводятся в летний период. Правильно? Да. Давайте начнем непосредственно с вашего выбора спортивной карьеры. Как вы пришли к тому, что посвятили свою жизнь прыжкам в высоту в шестом? Да, Екатерина, давайте с вас начнем. Ой, ну у меня путь до прыжков в шестом долгий получился, потому что я начала сначала свою карьеру в беге на короткие дистанции. В легкой атлетике, вот именно с бега. Да, получается, бегала 60-100 метров, потом 60 метров с барьерами, а потом только уже решила попрыгать в шестом. У меня папа, мастер спорта по прыжкам в шестом. И он у вас эту всю культуру затянул, да? Ну, как бы вот такого, чтобы прям все надо идти в шест, допустим, не было. Ну, он просто рассказывал, что прыгал, как тренировался. Ну, вы это все видели, наверное, да, своими глазами? Или он уже был тренером в это время? Ну, нет, он не тренирует сам, но как бы видела, да. Он меня всегда в манеже с собой брал, везде там водил. Вот, поэтому, ну так, видимо, как-то готовил постепенно, хотя я этого не подозревала. То есть это была его цель, да, вас привести в прыжки? Ну, он-то хотел, да. У меня вот мама категорически, она говорила всегда, надеюсь, никогда не будет прыгать. Ну, потому что для нее это так страшновато немножко, ну, казалось, как бы. Вот, и она все до последнего надеялась, что я никогда не буду прыгать шестом. Слушайте, забыгая вперед, вот, Владимир, вы как тренер, ответьте, пожалуйста. Просто, на самом деле, по степени, по уровню травматизма, бег и прыжки в высоту. Насколько это более травматичный спорт? Ну, естественно, тут риски больше, но поэтому и подготовка нужна более тщательная, планомерная. То есть они же неизвестны, они изначально известны, да, что где может там случиться. Случиться. И поэтому подготовка просто немножко более затянута, и все-таки это уже более зрелый. В зрелом возрасте приходят прыжки в шестом. Это какой возраст? Ну, оптимальное для начала занятия все-таки, я считаю, 13-14 лет. Гатерина, вы, получается, в этом возрасте пришли? Ну, чуть позже. Я, получается, в 15, и уже, можно сказать, к 16 годам ближе пришла именно в шест. Ну, так как у меня подготовка спринтерская была, достаточно быстрая. То есть, похоже, да, то есть небольшие дистанции, и там тоже нужна пробежка небольшая. Ну, да, да, да. Так скажем, ну, главное потом было, чтобы гимнастику подтянуть, так скажем. Так. Акробатическую, гимнастическую часть, да. Как подтягивали? Ну, ходили на тренировки. На тренировки, да. С профессиональными гимнастами. Да. То есть, три раза в неделю у нас были с утра, к 8 утра мы приходили. То есть, у нас утром в 8 утра была гимнастика, потом школа, и потом уже непосредственно тренировки. Тренировки, манежи. Да, манежи. Вот. И, получается, вот в 15 пришла, и уже в 16, ну, где-то, да, через полтора года, в общем, выполнила мастера спорта. Класс. Достаточно. Считается, что очень быстро, да? Ну, да. Как бы это достаточно. Ну, тут надо отметить, да, что на тот момент нормативы были все-таки немножко ниже женских, только в 6-м. Ну, конечно, давайте, давайте, в спитку делать. Неправда. Молодец пришла, достигла быстро. Молодец достигла. Ну, чуть-чуть, да, пониже, чем сейчас подняли. На сегодняшний день, может быть, понадобится 2,5 года. Да, да. Чуть-чуть побольше, да. Ну, к чему готовились, к тому и пришли. Если бы нужно было больше, Епатерина бы сделала больше, да? Да. Ну, да. То, Владимир, теперь вы тогда, раз уж так голос подойдете, рассказываете, как пришел. Как пришел, как начал. Ну, сначала, не знаю, наверное, в детстве, как любые родители, мои родители хотели, чтобы я не болтался на улице, был чем-то занят. И изначально это были и разнообразные кружки, это была и хореография. Вышивка крестиком. Ну, нет, не настолько. Там, вот я помню, была хореография, ритмика, рисование. Вот все это у нас в школе искусств проходило. Класс. Естественно, там мне не очень нравилось, но она была прям в 10 метрах от дома, и я ее посещал, как потом, да. Мир необходимости. Потом, и это все было до четвертого класса, и как-то все параллельно. Потом у меня с первого класса я уже вслед за братом пошел в легкую атлетику захотел, и параллельно пробовал. И секции картинга была, и карате, и баскетбол. Ну, и все-таки я уже к третьему, четвертому классу определился, что легкая атлетика. Не знаю, насколько в том возрасте я мог что-то определять. Вот, да, вот как именно, что за щелчок такой случился, как вы сделали этот выбор в пользу легкой атлетики? Ну, как-то все сложилось, то есть и... Получалось лучше, да, там, наверное? И получалось, и интереснее было, и коллектив больше подобрался, да, и там же одноклассники занимались, и как-то все у нас сложилось, что стали легкой атлетикой, да. Но изначально это тоже были не сразу прыжки в шестом, то есть если в 7 лет пришел о прыжках в шестом, там и речи не было. Это была стандартная многоборская подготовка, то есть в 7-8-9 лет это игры, какие-то бег, там, метание мяча и так далее. Все больше на развлечения, чтобы заинтересовать. Начинал тоже заниматься... На развлечения привычных физических таких возможностей, да? У супружеской пары Завьяловых, вот Виктор Васильевич, Надежда Николаевна, то есть и... Где Надежда Николаевна как раз занималась набором, тренировала деток, и позже, когда они вырастали, передавали в старшую группу. То есть и вот когда я вот эти 3-4 года занимался и уже стал хотеть в старшую группу попасть, то есть потому что видели, понимали, да, что вот старшие ребята за ними тянулись, и вот эта преемственность как-то потом дальше стала приводить, перешел к тренеру вот в эту старшую группу, также продолжалась многоборская подготовка, но там уже появились прыжки в шестом, то есть два раза в неделю выделено, причем тренер не всех брал на прыжки в шестом, там если, грубо сказать, да, у него 30 человек группа на прыжке в шестом, максимум там 10-8 человек попадало, и это были отдельные дни. Он сам это решал, да? Да, он сам решал, отбирал, то есть это были отдельные дни, если так тренировки были у нас в понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, в принципе, стандартно, я сейчас придерживаюсь, сам так же провожу, то в четверг и воскресенье добавлялся шест, то есть, и он сказал, все, ты приходи на шест, ну, я сказал, ура, потому что это был как следующий шажок по социальной лестнице в группе, да, если тебя туда пригласили, это уже это, ну, а в дальнейшем... Элита, получается, да? Какая-то, насколько там можно было, да, сказать, ну, а в дальнейшем уже тренер в Челябинске в Бопрошком шестом, Шалонников Александр Петрович, заслуженный тренер России, и вместе, они тогда, как бы, сообща с Сервенко Валерьевичем, тренером нашим, вот, сказать, как раз первым, да, наверное, профессиональным Бопрошком шестом, позвали, пригласили в Челябинске, я сам из городка из Копейска, ну, 20 километров, примерно, как Кирова-Чепецкая, всегда брать Кирову из Копейска, жить в спортивный интернат в Челябинске, учиться также в спортклассе, чтобы утром тренировка, ну, и все вот это до окончания школы, собственно, вот, и там уже профильные прыжки шестом начались, вот, и вот мне было 14 лет. 14 лет уже профессионально стали заниматься. Да, и уехал, все, в интернат, и, как бы, ну, на выходные домой только приезжал, там, вечером, в субботу после тренировки приехал, в воскресенье утром уехал на гимнастику, и все, как бы, ночью переночевал дома. Потрясающе. И стоит полагать, что начались уже достижения первые, да, у вас? Нет, не стоит, потому что, не знаю, несмотря на то, что, да, тренера меня, ну, как-то заметили, пригласили, ну, изначально я уступал большинству, ну, не большинству, но уступал сверстником, то есть были ребята, которые и прыгали, и бегали быстрее, да, у меня, ну, что-то прыжки в эсту, прыжки шестом у меня лучше получали, где я, там, грубо говоря, вот на областных соревнованиях в призы, да, уже попадал в том возрасте, но, тем не менее, там, я все равно третьим, четвертым номером оставался, когда, да, в регионе, то есть, и, ну, вот уже побеждать, так скажем, позже начал, уже к 18-19 годам. То есть, к тому времени вы раскачались, да, уже как-то, ну, подростки, крепкие. Да, да, это, да, я, ну, все равно, как можно объективно считать, достаточно рослым, да, и если тогда я представлял себе, ну, большую длинную палку, без этой, без мышц, без связок, без всего, и было просто, наверное, тяжело. Нарастили мышцы. Нарастили, да, и там поехали дальше. То есть, к чему мы это все ведем? Потому что, если даже нет побед каких-то, значительных достижений, как спортсменам юным, кажется, в начале карьеры, да, в начале тренировок, отчаиваться не стоит, наращивайте массу мышечную, там, тренируйтесь, занимайтесь. То есть, верить тренеру, если тренер говорит, что... Ты сможешь, да, подожди, ты сможешь. Тренер никогда не будет впустую говорить, ты сможешь человеку, который не сможет. Если он видит, что и понимает, что этому человеку, ну, не получается, да, может, это не его или еще что-то, он не будет говорить и обманывать, потому что тренеру... Ну, зачем тратить ему свое время? Он сам себя будет обманывать, да, и тратить свое время. Да, на человека, которому лучше чем-то другим позаниматься. И самому тренеру, да, с другим спортсменом заняться и достичь результатов. И привести его к вашим достижениям. Так, идем дальше. Какие вот самые значимые достижения вы можете вспомнить? Екатерина, давайте с вас начнем. Самое яркое достижение за вашу карьеру. И как вы к этому шли, самое главное? Ну, самое яркое, это, наверное, первый победный старт, это был в 16 лет, наверное, вот такой вот. Как раз вот я там выполнила мастера спорта. А нет, вру. Это до этого еще... До мастера спорта. Да, это было еще до мастера. Это вот как раз тоже мы поехали в Омск. У нас всероссийские соревнования там проходили. То есть эти полтора года, которые вы только-только пришли, до получения... Получается, даже сколько прошло, 9 месяцев, как я тренировалась. Меньше года. Да, меньше года. Я там вот выиграла на этих соревнованиях, поставила личный рекорд, заработала кубок очень такой красивый, большой. Значимый, конечно, очень. Да, и даже денежку там заработала. И вот это, наверное, такая самая, ну, как бы, одна из первых таких, как бы, значимых побед. Это где были соревнования проходили? В городе Омск. В Омске. Да. Мемориал Булатовых. Мемориал Булатовых, да. Какой-то традиционный, да, соревнования такой? Да. Мы, собственно, туда 10 лет подряд ездили. 10 лет подряд мы туда ездили, выступали. Это был первый раз, когда вы приехали, получается? Да, это был 20-й как раз мемориал, да, по-моему, потом уже. Юбилейный, да, наверное. И в 30-м, да, это... Вот я-то был в 16-м году. Вова закончил, да. В 15-м году, да. Потому что, ну, там, как бы, причем проводились в основном мужские соревнования, женские, вот как-то так. Игнорировались. Вне основной программы, так скажем. Да, вне основной программы, и они... То, что девочек меньше прыгает сейчас там, да? Ну, на тот момент, наверное, да. Как-то шест не настолько еще... Ну, и братья Булатова, сами там, получается, мемориал Булатовых, там, отец и двое его сыновей, то есть все спортсмены-легхотлеты и, собственно, прыжками в шестом, да. Прыгнувшись в шестом, да, именно. Когда вы ехали на эти соревнования, вы понимали, что вы победите? Вы готовились вот прямо к победе? Нет. Ну, я ехала вообще первый раз. То есть попробовать своей силой? Да, да, да. Оказалось, что силы-то гого-го, велики. И поэтому, когда выиграла, ну, радости, конечно, было. Плюс еще все равно достаточно молоденькая была, ну, там, 15-16 лет, как бы, ну, все равно такой как-то прям завораживающий такой старт получился. Это вот, наверное, самое первое такое. Ну, а потом уже, наверное, спартакиада молодежи, вот когда там второе место заняла. И потом первенство России было, тоже по молодежи. Такие вот самые, наверное, значимые старты. Екатерина, скажите, пожалуйста, кого вот после такой вот первой большой победы, на первых же самых соревнованиях ваших, потом два варианта. Либо вы продолжаете побеждать, либо есть небольшое такое отступление, да, то есть даете побеждать кому-то другому. Как у вас складывалось, по какому сценарию вы пошли? Ну, в принципе, вот так вот. Было как раз, наверное, такое, что я почти каждый старт побеждала. Ну, получалось так. Потому что, ну, как бы мы выступали, в принципе, ездили только на наши, да, какие-то старты там региональные. И на России-то, ну, не, ну, тоже выезжали, конечно, но там, как бы, без победы было. Вот. А на региональных стартах вот побеждала. Ну, опять же, у нас вот девочка была, с которой мы как раз соперничали. И вот у нас такое шел... Постоянно, да, такое было, что мы... То она выиграет, то я. Причем вот у нас по попыточкам было восхождение всегда. И вот мы вот с ней очень долгое время вот так вот на говно обошли, да. Конкурировали, так. И что дальше случилось? Ну, потом получилось, что... Ты ее выжила. Ну, не выжила, конечно. Ну, обыграла, так скажем. Ваше вплоть, что победила. Да, да, да. Потому что вот... Терпение и труд. Да, да. Очень много, да, тренировалась. Ну, прям вот у меня было такое одно время, что я прям, мне кажется, на стадионе жила. У меня тренировки там по пять часов длились. Я вот все время упорно-упорно тренировалась. И тренер разрешал, да, вот так вот себя изводить, по сути? Ну, да. Или вот это в сидящем режиме делали? Не знаю. Наверное, он просто не видел это, потому что я оставалась после всех на тренировке. Ничего себе. Вот она воля к победе какая. Да. Секрет успеха. Ну, такой есть, да. И все. И потом вот как раз, когда получилось, перешла этот ранг, так скажем, планку повысила уже, тогда вот как бы осталась одна. Там девочки у нас все уже завязали. Потом новое поколение начало подрастать уже, ну, более младшее. Да, и вы свою карьеру продолжаете. Да, и до сих пор. Сейчас у нас уже четвертое, наверное, поколение пошло. Я все до сих пор продолжаю. Очень здорово. Владимир, к вам каково ваше самое яркое достижение, как вы к нему пришли? Ну, наверное, все-таки, если вот смотреть по спортивным, да, вот, критериям, все равно же есть, ну, ранг соревнований городские, там, перенесы, чемпионаты областные. А эмоциональными ведут? Что для вас самое такое значимое? Эмоционально для меня все-таки самое значимое, я считаю, стабильность. Вот, которую, определенную стабильность я достиг. Сколько мне было? Это 18-19 лет. И впервые я призером первенства России стал, получается, 18 лет, стал третьим. Через полгода зимой я стал вторым. На следующий год, опять летним, я выиграл. То есть, и тот результат, вот, которому я за эти полтора года пришел, я стабильно, ну, это результат был мастер спорта, даже выше, да, стабильно его показал, демонстрировал, собственно, потом уже, там, три года. Почти на всех соревнованиях. Да, и без каких-то провалов, то есть, с одной стороны, не блистал какими-то сверхрезультатами и победами, а с другой стороны... Закрепились на той позиции, которая вам комфортно. То есть, я всегда везде присутствовал, грубо говоря, да, на всех чемпионатах и первенствах, всегда, ну, достойный результат показывал, но я считаю, это неплохо. То есть, обидно, конечно, хотелось, как бы, и тренировался для того, чтобы прыгать выше, и где-то на тренировках на тех же, да, прыжки были, там, ну, значительно выше, чем на соревнованиях. Ну, ввиду определенных, все-таки, каких-то причин обстоятельств не получалось этот результат официально показать. А скажите, пожалуйста, Владимир, вы упомянули о том, что стабильность, а насколько вообще легко достигать, или сложно, наоборот, достигать стабильности, вот, в условиях того вида спорта, которым вы занимаетесь, легкой атлетики. Да, поищу немножечко, потому что, если есть, допустим, у нас командные виды спорта, там, футбол, баскетбол, волейбол, все, что угодно, команда, соперник может отследить, да, как играет команда, какие там сильные игроки, какая у них тактика, да, как они себя ведут на поле, наигролом, как они сражаются. А у вас, то есть вы тоже отслеживаете конкурентов, с кем вы будете сражаться, да, получается, на манеже? Ну, конкурентов, естественно, отслеживаем, тем более, там, в наше время, да, когда социальные сети просто процветают, у всех там. То есть я хвастаюсь сегодня, я там надела такую высоту. И тренировки, результаты и так далее, да. Но именно на стабильность все-таки, вот, тут, наверное, как у Екатерины влияет трудолюбие и то, сколько времени ты посещаешь делу. То есть, почему в какой-то мере я, ну, не знаю, горжусь, да, или считаю там достижением, что вот так показывать, потому что параллельно мне удавалось совмещать и учебу в институте. То есть, если брать еще, когда школу заканчивал, да, это закончить без строек школу, там, хоть тот же спорткласс с разъездом, ажистрировками и так далее, но, ну, вот это обеспечить. То есть, поступить в ВУЗ, тогда, опять-таки, все равно дети ведомые своими родителями, поэтому, ну, семья большую роль, да, играет. И, как ни странно, в институт я поступил не на спортивную специальность, то есть, у меня первое образование специалист по охране труда. Ничего себе. То есть, это, там, я не знаю, и теорию горения и взрывов учили, да, и теоретическая механика, ну, и два курса высшей математики, все это. И потом, и вот те вот года как раз, я и поступил в институт, и рост результатов, и параллельно, мне уже приходилось к 8 утра приезжать в институт, где, да, находиться там до часу, до трех, там, если там сколько, 3-4 пары, да, про это пройдет. И потом еще часа 4-5 потренироваться, а потом еще вернуться за 20 километров домой, потому что тогда, ну, вообще жить, я принял решение не жить, ну, потому что качество жизни бы снизилось, питание и так далее. И, ну, на протяжении всей учебы в институте не терять, а даже все равно немножко все-таки повышать свой уровень в спорте, ну, и продолжать учиться, то есть. Насколько я знаю, был в вашей жизни момент, когда вы решали завязать со спортом? Ну, и мы завязывали. Завязывали, но потом возвращались. Давайте вот в двух словах. Что это за период такой, почему вы вернулись в спорт? Ну, этот момент как раз получилось. У меня я закончил институт, прошел соревновательный сезон, да, начали готовиться к следующему. Екатерина тогда тоже заканчивала магистратуру уже. Было, да, ну, у меня тогда пик такой карьеры, я там личный рекорд поставила, была рада, счастлива, все хорошо было. Ну, потом как-то... Нет, это на следующий год, через год равно смею. Нет. Ну, прошел спад. Вот спад. Ну, вот я говорю, сначала был подъем. Ага, а потом риский спад. Потом прошел спад, да, такой, и, видимо, поняла, что устала уже, потому что... Сколько? Ну, потребовалось просто какая-то смена деятельности. Нет, не 10, 10 лет, это в 6 уже было почти, уже, наверное, лет 15 в спорте, уже просто устала. И так. Ну, опять-таки, и какой-то застой, отсутствие роста результатов, да, отсутствие какого-то развития, и ты начинаешь задаться вопросом, а зачем оно тебе нужно? Да, да, да. А хочешь ли ты, а может, это просто привычка, и вот так вот, а ты что-то еще другое вообще умеешь? Ну, и в общем-то... Потому что, да, столько лет в спорте, я-то еще и училась на тренера, поэтому у меня вообще все... И первый раз, и магистратуру потом. Да, 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 вот, поэтому... Так вот резко все решили поменять, да, и оказалось, что жизнь-то без спорта не жизнь для вас, правда? Да, да, и нас на год хватило, без спорта нас хватило на год. Я и на стройке поработал, и в какой-то там торговой компании электротехническую продукцию попродавал. И что-то немножко... Помотало вас. Немножко, да, своим делом позанимались. Ну... Родили дочу. Да, Катя родила мою дочь. Очень много всего спидела. Ну и все, а как дочь родила, так я хочу возвращаться. И дождалась трех-трех месяцев, и ровно дочери 30 ноября исполнилась... Так, пошел четвертый месяц. Три месяца исполнилась до 30 ноября, 1 декабря она на тренировку. 1 декабря я пришла на тренировку. Сказала, что все, хочу дальше пробовать. Я в течение месяца походил, это время она уже начала тренироваться, я дежурил с ребенком, дежурил опять-таки, ну, что там же, где тренировка проходит, на мне же, на стадионе. То есть, с 1 января я пошел возвращаться, потому что... А, все дотянуло. Да, потому что смотрел и завидовал молча. Тоже хотелось. Да, тоже хотелось. И с недавних пор вы здесь у нас в Кирове, работаете в Манеже, в нашем легкодалитическом Вересниках. Как давно вы здесь, как вам Манеж? Приехали мы в сентябре прошлого года, то есть, как сейчас запомним, 11 сентября. Да. Манеж супер, поэтому, да, отчасти и приехали. Да, все вот так нам понравилось. Приглашала вас Анна Александровна Альминова. Анна Александровна Альминова нас пригласила, то есть, сначала у нас была встреча в августе, в конце, буквально последнюю неделю, в августе, мы приехали, нас радушно встретила, провела мини-экскурсию по городу, нам понравился город, потому что устали тоже, устали от Челябинска. Ну, шумный такой, да? От шума, грязи, загазонности. Долго ехать, ну, тоже, потому что мы-то в Копейске жили. Ну, час на машине, да, это как бы без пробок, стабильно добираться, все равно это, в Кирове, я думаю, не встречается нам такой ситуации, где бы так, да. Вот, и с Анной Александровной сразу же, естественно, посетили Манеж, обошли, все посмотрели, вернулись домой, на следующий день решили, так, все, поедем. Ну, отзвонились, что мы едем, и через 10 дней, да, мы, по-моему, приехали, уже с вещами, и то, там, время на сбор документов, да, какое-то больше ушло, готово более раньше. И здесь, получается, вы тренируетесь, да, Екатерина, сами, а Владимир, вы тренируете группу наших молодых, юных, Екатерину, и ребяток наших, наших будущих чемпионов. Да, у них, я так понимаю, что есть все необходимое оборудование, даже больше для того, чтобы впитывать в себя вот эти вот знания, вырабатывать навыки, да, и стремиться к будущим победам, правильно? Ну, оборудование, конечно, прогресс не стоит на месте, да, всегда как-то надо базу всю эту пополнять и так далее, но на сегодняшний день условия созданы, в принципе, все. То есть, что-то к чему-то придраться, даже чего-то еще попросить, это уже, если уже помечтать вот так вот, потому что со временем, думаю, будет еще лучше. Потому что, опять-таки, чтобы что-то развивалось, надо, ну, под кого-то, да, вот. Да, да, надо показать результат. Для старта, для начала, на сегодняшний день у нас есть все, нам уже только с горящими глазами дети. Они есть? Они есть, слава богу, они есть. Какой возраст ребята тренируются? Ну, вот. То есть, учить 13-15 лет, да, получается? Ну, и младшие тоже тренируются. Младшие. В принципе, 9-15 лет. Уже 16, уже все равно группа тренируется, но такое все равно, вот как мы говорили, то, что 13-14 лет, им все-таки сейчас самое такое время начинать заниматься. Им и более интересно. Им уже интересно, и у них еще время не прошло. То есть, если в 16 лет ребенок пришел, до этого ничем не занимался, подготовки мало, его уже сверстники как бы от него ушли далеко. И ему вот этот момент выдержать, когда надо год отпахать, да, без каких-то результатов. И не сломаться. Да, и чтобы потом на что-то выйти. Тяжеловато, да. И наоборот, то есть, младшим деткам в 9-10 лет прийти и начинать вот это оттачивание. Мастерства, техники какой-то. И самих разучивания. Потому что им хочется как-то поиграть. Им дано более, да, игровое. То есть, да. Мы пытаемся совмещать. Такой подход, естественно, есть. Потому что, ну, мы же понимаем, никто нам не приведет детей подготовленных в 14-летних, скажет, что... Дрессированных. Да. Вот он скажет, гимнаст, мастер спорта, берите его, пожалуйста, пусть он прыгает. Когда у Елены Сымбаева была. Такого у нас, я думаю, не будет. Если будет, дай бог. Но все равно надо самим, естественно, готовиться. Конечно, воспитывать с самых-самых начал. Да, с базы. Причем, скажу, интерес к легкоатлетике есть. Вот сейчас буквально, что у нас конец августа, уже в Манеже, да, насколько я знаю, куча заявок от родителей, детей. То есть, чтобы с 1 сентября, да, с октября наборы начинаются. То есть, родители хотят, чтобы дети занимались, тренировались. И, в свою очередь, родителям, ну и детям их, сказать, отбросьте все сомнения, просто придите, попробуйте. Потому что по опыту общения получается так, что какие-то непонятные, надуманные проблемы. Возражения, сложности. Да, еще надо ли, что это. Ну, придите, вы попробуйте. А на самом деле, как лучше осуществить первое знакомство с Манежем и с возможностями? Ну, нужно позвонить или в Манеж, или в Ветшор, сказать, мы хотим заниматься легкоатлетикой, и там все подскажут на самом деле. Можно просто прийти в Манеж, где администратор встретит, расскажет сразу, родители с ребенком приедут, если вам в этот момент не будет тренировок, да, не будет тренировок, администратор сам может показать, где будут проходить занятия, что как, даст контакт, тренер спросит, чем вы хотели заниматься, и все это решится. В какое время лучше приходить в Манеж? Вот с такой вот ознакомительной целью. Время дня? Ну, в принципе-то в том-то и дело, что без разницы. Ну, в рабочее, то есть если брать с 8-9 утра до 5-6 вечера, хотя Манеж работает с 8 до 9. Ну, как правило, тренировки все равно проходят с 9 до 11, и уже с 3 до 5, до 6, там, в зависимости от того. Ну, как же можно прийти и посмотреть, как проходят тренировки. Да, да, то есть в это время всегда, в принципе, в Манеже как бы есть спортсмены. Ну, с сентября месяца, я думаю, точно уже все. А набор, вы сказали, что будет в сентябре, да, производиться? Ну, набор? Да, набор, в принципе, уже... Уже сейчас даже проходят тренировки. Уже можно приходить, да, и вас никто не прогонит. Берут всех или есть какие-то ограничения? Ограничения лишь только для бюджетной основы, ограничения по возрасту, то есть это с 9 до 16 лет на прием. Младшим деткам есть платные группы, то есть это... Подготовишечки, а такие? Да, подготовительные группы, спортивно-оздоровительные, да. То есть, в принципе, для всех детей школьного возраста и даже дошкольного в Манеже найдется чем заняться, найдется с кем заняться. И чтобы что-то, какую-то пользу из этого извлечь. Ну, и последние секунды у нас остались эфиром, а давайте пофантазируем и расскажем, когда же у наших легкоатлетов и у ребят, которые прыгают в высоту в шестом, будут первые достижения, первые награды такие значительные. Ну, не хочется, да, за это забегать вперед. Ну, мы просто фантазируем, так сказать. Ну, пофантазировать можно уже и на зиму, да, заглянуться на январь, там, февраль. Нет, ну, соревнования мы уже в мае первые провели, то есть у нас были уже. Соревания уже проходили, да, в рамках летней спорткяды учащихся Кировской области проходили уже, прыжки шестом впервые, да, насколько я знаю. Включили, да, в программу. В мае этого года, да, уже есть первые победители-призеры. То есть, ну, а если говорить все-таки о достижениях, ну, на уровень Приволожка, федерального округа, я думаю, некоторые ребята, ну, из моей группы могут выйти уже в этом году зимой. Класс. Ну, и ехать, представлять Кировскую область. Ищать честь Кировской области. Ну, что, будем нижать кулачки, очень переживаем за ребят. Желаем им удачи, на самом деле терпения, стойкости. Все получится в свое время, все получится. Главное, упорство, да? Конечно. Да, что, уважаемые гости, своим примером показывали. Да, сегодня у меня были в гостях замечательные спортсмены. Это Владимир Калмыков, тренер Вятшор, мастер спорта, многократный призер и победитель первенства России, всероссийских соревнований по прыжкам шестом, чемпион УРФО и ПФО. А также его супруга Екатерина Калмыкова, мастер спорта, также многократный призер и победитель всероссийских соревнований, призер спартакиады молодежи и первенства России. Спасибо большое, уважаемые гости. Очень приятно было с вами общаться. Ждем вас с новыми достижениями. Спасибо за приглашение, да, обязательно. А мы опять-таки ждем всех слушателей в Манеже и Ресе. Да, приходите, там классно. Все, всем пока. С верой в спорт. Редактор субтитров А.Семкин